Важно понимать 9 принципов построения эффективной команды. И принцип первый – определиться с целью. Что будет через 5 лет в вашей компании? Какую позицию вы будете занимать? Какое место в рейтингах? Какой у вас будет НПС? Какая прибыль? Отцифруйте вашу цель. Друзья, коллеги, всем добрейшего дня! Михаил Москотин, бизнес-тренер, коуч-психолог. В этом уроке мы поговорим про команду и про 9 принципов построения команды. Вы знаете, друзья, если бы я у вас спросил, что такое команда, скорее всего, большинство из вас ответили бы следующим образом. Команда – это группа людей, объединенных одной целью. Это самая распространенная версия, которую я слышал на постсоветском пространстве. Команда – это группа людей, объединенных одной целью. Это хороший ответ, в нем нет ничего плохого. Я вам предложу еще одну точку зрения. На мой взгляд, она более эффективная, может быть, не очень привычная. Команда – это группа людей, объединенных одной целью, где есть хотя бы один человек с другим отношением. Команда – это группа людей, объединенных одной целью, где есть хотя бы один, которому не все равно. На что ему не все равно? Они все равно ему на цели этой команды. Они все равно ему на отношения в этой команде. Они все равно ему на ресурсы, на сроки, на клиентов. и на много-много всего того, на что, к сожалению, большинству людей всё равно в этой жизни. Что я имею в виду под фразой «не всё равно»? Это не значит, что он об этом переживает, сожалеет, плачет, рыдает, жалуется, думает, мучается. Это не об этом. «Не всё равно» основываясь на результате. Я вам расскажу анекдот, который я очень люблю. Идёт мужчина по парку, и на лавочке сидит другой мужчина, а рядом лежит собака. И тот, который проходит, говорит, мужчина, это ваша собака? Он говорит, моя. А она у вас скулит, вы знаете? Он говорит, да, знаю. А почему она скулит? Он говорит, на гвозде лежит. Он говорит, ну так уберите её с гвоздя, ей же больно. И тот, который сидит, чья собака, улыбается и говорит, ну раз не встаёт, значит не сильно больно. Так вот, что такое человек, которому не всё равно? Это не тот, который лежит и скулит, это тот, кто что-то делает. Итак, поехали. Чтобы стать этим человеком, важно понимать 9 принципов построения эффективной команды. И принцип первый – определиться с целью. К сожалению, большинство бизнесов живут без цели, либо цель есть, но люди цель не помнят, не знают и не понимают. И я это встречаю повсеместно, причем как в российских компаниях, так и в иностранных компаниях. В иностранных компаниях чаще цели есть, но многие люди о них забывают, не помнят, не осознают или не понимают, зачем это вообще надо. У меня один клиент утром, после одного из моих бизнес-завтраков, утром встал перед офисом компании и стал спрашивать у сотрудников, зачем вы туда пришли. Большинство людей не могли сказать ничего внятного, терялись, путались в показаниях, потому что люди не знают, зачем они ходят на работу. Коллеги, если вы управленец, если вы собственник, определитесь с целью, что будет через 5 лет в вашей компании. Что будет через 5 лет с вашим отделом, департаментом, с вашей должностью, кем вы будете, какую позицию вы будете занимать, какое место в рейтингах, какой у вас будет НПС, какая прибыль. Отцифруйте вашу цель, хотя бы на 5 лет. Конечно, сейчас многие начнут плакать и рыдать, что как в современном мире можно что-то планировать. Так вот, как раз в современном мире можно и нужно что-то планировать, потому что иначе нам удачи не видать. И это не значит, что мы не можем эту цель корректировать. Это значит одно, если она есть, наши сотрудники понимают, куда двигаться. Если ее нет, у нас беда и проблемы. Хотя многие компании как-то еще держатся на плаву за счет низкой конкуренции, а у нас в России пока низкая конкуренция. Я со всей ответственностью это заявляю. Потому что если у нас ты не хамишь клиентам, не обзываешь их и не пакостишь им, у тебя уже клиент-ориентированная компания. Поэтому, коллеги, первая цель. Первый принцип построения команды – цель. Второй принцип построения команды – это выбор, который делают ваши люди. Что такое выбор? Это когда я смотрю на людей и смотрю, какой выбор они делают. Не что они говорят, не что они думают, не что они чувствуют, а что они делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова